Медицинский оборудование В чрезвычайных ситуациях особенно важно, чтобы госпиталь был мобильный Как он устроен? Как он действует? И главное, насколько оперативно этот мобильный госпиталь может быть доставлен к месту назначения? А давайте выясним прямо сейчас Это лечебно-реабилитационный центр Росздрава 10 этажей и 12 отделений В нём можно разместить более 8 сотен больных А это практически то же самое, только в полевых условиях Называется мобильный госпиталь Он принадлежит центру медицинных катастроф И развернуть его могут прямо на месте чрезвычайной ситуации Там, где нет стационарной больницы Действительно, хоть в поле Неужели мобильный госпиталь может заменить огромную больницу? Можно ли сравнить то, что строится несколько лет, с возводимой в короткое время палаткой? Другими словами, давайте разберёмся Представьте, что стационарная больница разрушена Или она слишком мала для того, чтобы принять всех пострадавших В таком случае развертывают мобильный госпиталь Он состоит из надувных палаток Их может быть несколько десятков Первые такие госпитали появились у космонавтов Приземляется космический путешественник вдали от цивилизации Его нужно срочно адаптировать к земной жизни Это Ваня Допустим, он уехал подальше от городского шума Чтобы покататься на лыжах в одиночестве Однако, после крутого спуска с горы Ваня потерял не только лыжи с ботинками, но и сознание Итак, к нашему герою вылетает вертолёт На его борту медперсонал, вода, горючее, лекарства То есть всё необходимое в зависимости от масштаба и характера катастрофы Вот вертолёт приземляется на ближайшем аэродроме Вот и Ваня Лежит, ждёт помощи Если вы обратили внимание, Ваня – манекен На нём действительно тренируются спасатели Итак, начинается развертывание По нормам надуть палатку, спецы должны за 10-12 минут Ну, вот и готово Мы ничего не успели рассмотреть Можно сначала Сначала на земле стелют защитный слой прорезиненной ткани Затем из больших тюков достают сами модули И располагают их на земле Площадь каждого модуля варьируется от 30 до 52 квадратных метров По-научному эту палатку называют пневмокаркасный модуль Её каркас – это арки, которые заполняются воздухом Внизу палатки – отверстие для подключения насоса Розетку в сеть Палатки готовы Наш таймер показывает ровно 10 минут А мы вернёмся в городскую больницу Приёмный покой, оборудованный по последнему слову техники Тишина, никакой суматохи и очередей Тёплые и светлые помещения Благодаря системе центрального отопления И электроснабжения А как же в поле, да ещё в мороз Обеспечить уют и комфорт? Вот решение К палатке подключают трубы Их, в свою очередь, к отопителям В невыносимую жару – к кондиционерам И то, и другое работает от электричества Возникает вопрос Откуда в поле электричество? Для этого существуют генераторы От шести до трёхсот киловатт Работает такой генератор на солярке Ещё вопрос Как в таком ненадёжном помещении уберечься от пожара? Рядом генераторы и электропроводов не один десяток Оказывается, слои палатки пропитаны противопожарным раствором Что ж, испытаем И правда, не горит Теперь в палатке появилось тепло и электричество Пока разворачивали мобильный госпиталь Спасатели нашли Ивана Сам он встать не может Нужны носилки Кстати, эти же носилки могут служить и кроватями для больных В мобильном госпитале многофункциональность всех и всего Это самое главное Сейчас Ваню осматривают врачи Так как и по жизни он без сознания Ему надо помочь дышать Для этого его подключат к аппарату искусственного дыхания Измерят давление, пульс, температуру Хирург осмотрит травмы Ивана Это первичный осмотр Другое дело, более сложная диагностика В мобильном госпитале применяют те же приборы, что и в обычной больнице Только в мини-исполнении Например, в городе Ване наверняка назначили бы УЗИ Для проверки состояния внутренних органов Вес такого аппарата 80 килограммов В мобильном госпитале всего три Вот он, небольшой чемоданчик По виду и размерам похож на обычный ноутбук Рентгенологическое отделение в больнице занимает отдельный кабинет Вес стационарного рентгенаппарата от 800 килограммов до тонны Аппарат делает снимок нужного участка И выдает изображение на экране монитора Вес прибора, который используют в мобильном госпитале Всего 60 килограммов С одной стороны у аппарата сенсор Который прикладывают к исследуемому участку Нужно убедиться, не переломал ли Ваня себе пластмассовых костей Пока летел со склона Теперь с травмами и переломами врачам всё понятно Осталось убедиться, что Ваня не подхватил ещё какой-нибудь заразы Для этого необходимо сдать анализы В городской больнице для этого есть лаборатория С самым современным оборудованием Которое даже не требует вмешательства врача К точности анализа здесь сомневаться не приходится Но зачастую результат выдается только на следующий день А то и позднее В мобильном госпитале такой роскоши себе позволить не могут Основные и самые необходимые анализы проводят практически мгновенно Ваню с его травмами отправляют в хирургию Здесь главное – стерильность Но как же в поле, где шаг из отделения и сразу улица обеспечить чистоту? В обычной больнице бельё, медицинские инструменты и спецодежду Стерилизуют в автоклаве под высокой температурой и давлением Благодаря давлению пар в этом аппарате можно нагреть до 200-300 градусов Цельсия Ну а на страже стерильности помещения лучи ультрафиолета Ультрафиолет – это электромагнитные волны Более короткие, чем видимый свет Клетки бактерий, в которые они проникают Получают повреждения на генетическом уровне И далее не могут нормально функционировать В полевых условиях с той же целью стоят подобные обеззараживающие аппараты Они забирают почти сто процентов воздуха Попадая внутрь, он проходит электрохимическую обработку Для стерилизации также используют озонаторы То есть аппараты, которые вырабатывают озон При воздействии озона на микроорганизмы Повреждается клеточная мембрана Что приводит к их гибели Итак, нашему пациенту в тепле и чистоте Оказана медицинская помощь Теперь Ваня сможет перенести транспортировку И пойдет на поправку Но уже в стенах ближайшей больницы Содержание мобильного госпиталя – крайне дорогое удовольствие Счет за воду, электричество и тепло Здесь существенно больше, чем в обычной поликлинике Да и любые запасы без пополнения рано или поздно кончаются Так что, как только жизни больных ничего не угрожает Их сразу же отправляют в стационарные клиники Тоже мне, да? И это называется мобильный госпиталь Где слово мобильный-то я вас спрашиваю? Я считаю, что мобильный госпиталь должен быть сделан так Значит, вы обвешаны всякими датчиками И эти датчики берут у вас анализы непрерывно И беспроводным способом связываются с вашим врачом Врач получает смс-ку Смотрит Ага, пациент такой-то В легких хрипике В сердце шумики Внизу плоскостопие И выписывает вам тут же смс-кой какой-нибудь рецепт Вы получаете рецепт, идете в аптеку Все! Вот это называется мобильный госпиталь Редактор субтитров А.Семкин